На проспекте строителей столкнулись мотоцикл «Хонда» и машина «Ситроен Берлинга». В результате мотоциклист получил серьезные телесные повреждения. В больницу молодого человека 91-го года рождения доставили с открытым переломом левой голени и закрытым переломом левого бедра. Предварительно виновником ДТП является водитель «Ситроена». На перекрестке он не пропустил вперед мотоциклиста. Если его вина будет доказана, мужчина будет обязан компенсировать мотоциклисту расходы на лечение. Наркополицейские нашли в доме 52-летней жительницы Вязников более килограмма маковой соломы. Декорастущий мак она собирала на садовых участках. Ей грозит до 10 лет и крупный штраф. К слову, у женщины диагноз «опийная наркомания» и ранее она уже сидела за мошенничество. Во Владимире продают алкоголь несовершеннолетним. Молодым активистам продали пиво, не спросив паспорт. Сразу после этого в магазин приехали полицейские. Продавец оправдывалась тем, что покупатели выглядели старше своего возраста. Однако позже вину признала. Но раскаяние не освободит ее от уплаты штрафа. В одном из микрорайонов Киржача может не начаться вовремя отопительный сезон. Муниципальная теплоснабжающая организация не платит заводу автосвет, чья котельная производит тепло. А завод не перечисляет деньги газовикам. Долг составляет почти 35 миллионов рублей. Межрегионгаз заявляет, что администрация Киржача, единственный учредитель теплоснабжающей операции, проблему никак не решает. В настоящее время завод автосвет уже отключен от газа до погашения всей суммы задолженности.